Башкирские племена Башорт и Руар Айле, Башк, Иле, племя в составе Башкир Ай, с тюркского луна, тюркий народ имел родовую тамгу в виде полумесяца, точка. Родовые подразделения Ай, Айзар, Башкурт, Бухар, Бурангул, Исмагел, Казах, Кыргыз, Мустафа, Мужерэм, Татар, Узбек, Сарт, Тас, Бекмеш, Бухар, Калмак, Каракалпак, Туркмен и дальше много. В 4-5 веках Тели, Агузы, расселились по огромной территории от Приоралия и Южного Урала до степей Западной Монголии. Среди десятков агузских племен хроники Бэйши и Суишу, 7 век, фиксируют предков Башкир, Башукиля, вернее, носители этнонима Башорт, Бас плюс Курт, главный волк, давших начало башкирской народности. Однако айлинцев в состав Башкир в то время еще не входили, являясь частью других агузских объединений. Р. Г. Кузеев в вопросе выяснения этнических корней айлинцев опирался главным образом на этнонимические и атрибутивные – тамги, ураны, ангоны, параллели с другими тюркскими народами, а также на данные шежере исторические предания. Он отмечал, что этноним Ай, Айле, зафиксирован в формах Айнлы Узбека в Туркмении, Алтата Айтамгалы у нуратинских туркмен, Айю Туркмен на Хурле. У всех них родовой тамгой был полумесяц, Ай. Кроме того, в родослонных айлинцев одним из предков показан туркмен. Все это позволило Р. Г. Кузееву сделать вывод, что их происхождение связано с агузами. Его заслуга является то, что он обратил внимание на генеалогическую структуру союза агузских племен и нашел в ней место алинцев. Тюркский, Караханицкий, филолог XI век, Махмуд Кашгари, а затем персидский историк XIV век. Рашид Аддин приводит в своих работах схожий, но не идентичный друг другу список агузских племен. Кынык, Кай, Бэмдур, Иива, Салгур, Бегдили, Бюгдус, Бьят, Язгыр, Аймур, Карабулук, Алкабулук, Игдыр, Юракир, Тутырга, Улайундлук, Тукар, Баджнак, Джувалдар, Джебни, Джаруклук. По списку Махмуда Кашгари, 22 рода, Кайя, Баят, Алкараули, Караули, Языр, Дукар, Дардирга, Епарлы, Авшар, Кизык, Бегдели, Каркын, Байандур, Бичане, Джаулдур, Чебни, Салыр, Имур, Алайундли, Уркес, Бегдир, Бюгдус, Иива, Кынык. По списку Рашид-1а, 24 рода. Как видим, среди перечисленных агузских родов файли не упоминается. Однако Рашид-1 помимо деления агузов на 24 рода приводит древнюю космогоническую и этногенетическую легенду, согласно которой названные 24 рода разбивались на 6 аймаков, носивших имена сыновей легендарного агуз-хана. Их звали Кюн, Солнце, Ай, Месяц, Йолдус, Звезда, Кака, Небо, Так, Гора, Дингис, Море. Согласно легенде, Айхан имел четверых сыновей, которых звали Языр, Дукар, Дардирга, Епарлы. От их имен произошли названия соответствующих агузских племен. Ахтарова было записано эпическое сказание «Фак. Эпос. Башкир племени Алия Узак-Тузак». Узак-Тузак отражает трагическую судьбу древних кочевников-печенегов, башников, обитавших по берегам Эр-Калки и в Приазовье. Теснимые с востока агузами-тюрками и балаусанами, кепчаками-половцами, печенеги в сер. 11 в. Отошли к Карпатам и Дунаю. Небольшая часть, малые печенеги-балабашники, двинулись на северо-восток. Путь, по которому шли балабашники на Урал, и описывается в сказании. Главный герой сказаний Узак-Тузак — представитель рода балабашников. Его родители мечтали о близнецах, но родился лишь один ребенок. Каждый назвал его по-своему «отец Узаком», «Узак», «напарник», «мать», «Тузаком». От глагола «тузыру» — разнести в пух и прах, чтобы от одного звучания этого имени сама смерть, Илем, отпрянула от него. Колоритно нарисован богатырский портрет «Узак-Тузак», который крепим ужал за двоих. Перед смертью отец завещает ему найти Ерхию, буквально землю-воду, и спутницу жизни. Выполняя волю отца, Узак-Тузак приходит к пониманию необходимости гармоничного сосуществования людей и природы. В произведении осуждаются межплеменные распри и захватнические войны. Согласно легендарной традиции, отраженной в Ресала и Таварях и Булгариях и Самаддина и Бншерафаддина, первыми из башкир, которые стали табигинами, учениками сахабов, якобы, прибывших по повелению пророка Мухаммеда в Урала-Поволжье, были альнинцы. Первым, кто пришел с западной стороны Урала для обучения усахабов из племени Башкурт, был Аиткул, сын Заита, который пришел из долины реки Ай. Затем, Кутлубай сын Давлетбая, Эткусты, сын Мойнака, Этимган, сын Кулчума, Уразбаки, сын Бурджана, Таймас, сын Тайсына. Все они, придя с реки Ай, получили обучение усахабов, вернулись в свои юрты, став мусульманами. В VII-IX века предки айлинских родов входили в состав печенишско-гуско-кипчакских племен сардаринских и приоральских степей. Массовая миграция айлинцев на Урал относится к IX-XII векам. В XVI-XVIII веках значительная часть айлинцев мигрировала в Заураль и в западный Башкортостан. В середине XVIII века часть айлинских родов мигрировала на восток в Приуйские и Притобольские степи. Р. Г. Кузеев название рода Айли относил к ряду башкешско-конградских этноанимических и топанимических параллелей по версии киргизского ученого. Т. А. Кирова, племя Айлия, Айалы, имела тесные этногенетические связи с племенами Конград и Солжегут. Здравствуйте! Подписывайся на канал. Нажми на колокольчик.